Времени суток. Всем, дорогие друзья, и добро пожаловать на предпоследний день онлайн-части второго сезона ИЦС. Как мы видим, матч в самом разгаре. Ну и вместе с вами его будем комментировать мы, Кван Ислэмчик. Здравствуйте, уважаемые зрители. Что ж, по нулям, ну, наверное, всем известно, что это за матч, собственно говоря, и что он значит для команды Г2. Эх, вообще ситуация в группе выглядит очень и очень интересно. Команды, у которых остались матчи, могут создать интригу и поневыпускать некоторых персонажей в этом сезоне. Но, скорее всего, мы такого рандома не увидим. К слову, это будут последние две карты для датской команды в этом сезоне. Сыграно у них 14 матчей, 9 побед, 5 поражений. Поэтому, наверное, чтобы все-таки замахнуться на поездку в Америку, нужно сейчас оба оверпасса выигрывать Глэйву и его банде. Итак, ну, на Б-планте остается Глэйв на подъеме. Один игрок красный. Ну, здесь шансов у Бадди практически нет. И их нет. Его спокойно здесь отстреливают. Какой-то медлительный раунд отыграли Гоцент здесь. То есть, ну, на что надеялись, играя со стрелой с лоу-плей Б, вообще непонятно. Без какого-либо адекватного фейка на А стали выходить на Абумы. Там нет денег. Это будет Форс, скорее всего. Ну, а при этом Форс все-таки с арморами. Вот в последний момент докупили ребята бронежилетики. Три Дегла, ТЭК и П-250 в руках РПК. Как мы видим, попытаются оттолкнуться от детской площадки французы. Ну, а датское братье отвечает таким классическим бай-раундом. Две UMP-шки, три серьезных девайса. Ну, и, в принципе, пока все идет под диктовку именно датской команды. Навряд ли тут что-то смогут противопоставить французы. Тем временем, друзья, команда Гоцент уступила на DreamHack Gambit первую карту. Это был Кобл. И поздравляем Данила Тесленко с этой победой. Ну, и со вчерашней тоже, наверное, стоит поздравить его, не забывать. Потому что Cloud9 они нормально вчера наказали. Да, особенно на второй, третьей карте там вообще разгромные были счета. Наверное, все даже удивились после такого, казалось бы, простого миража для американцев. У меня одна мысль была в голове на конец вечера. Автематика остановлен. Расходимся. Так и есть. Вообще и Автематик с компанией, и команда Dignitas даже до полуфинала не добралась. Вообще DreamHack у нас такой сенсационный получился. Так, Гоцент врываются в смок на Монстре и неплохо открылись. Джуту, Джуту. Ой, извиняюсь. Гоцент второй. У нас поменялись матчи сегодня, должны были Гоцент играть первыми. Что-то да, что-то да. Ну, вот я... Просто очень медленно Джуту отыграли этот раунд, прям как Гоцент любит это делать. Всегда какая-то ловушка или контакт разыгрывается. Ну, и здесь опять же без проблем. Финалочка такая же по факту получилась. Медленное выползание Б. Ну, в этот раз поставили бомбу. Но в свете того, что все-таки это был форз раунд, как мы видим, до Калашей дело не дойдет. Цель была, скорее всего, ее просто поставить. Ведь есть здесь проблемы большие для команды Г2 с экономикой в самом начале. И с учетом того, что они привыкли выходить на АВП, им деньги просто жизненно необходимы. У нас так весело, команды местами постоянно меняются. Надо что-то с этим сделать. Да, надо что-то с этим. Такое ощущение, что две разных игры смотрят вставку. Итак, Девайс доигрался на центре. Ну, не дали здесь уйти с детской площадки. Тем не менее, тем не менее, это пока еще ни о чем не говорит в пользу команды Г2. Один Девайс надо пытаться разыгрывать. И сразу же идет ретейк от Кирбая. Но вот тут должен уже Кольт вступать в расчет. Но что ставит этот просто... Молодой горячий Кирбай сделал два минуса. Капитан команды Астралис помог своему тиммейту. Ну и все-таки, все-таки G2 огрызнулись. Несмотря на эти потери, есть, как мы видим, грозная довольно эмочка у скрима. Плюс закупленный армор. Поэтому, в принципе, теоретически тут еще французы могут. Если ошибутся датчане, конечно. Да, но такой поворот, опять же, пока маловероятен. Хотя, если кто-то из датчан начнет сейчас дергаться, то, может быть, к чему-то это приведет. Но, опять же, здесь дисциплина на левеле. Кирбайс суперпозиция. Но вот такое проверять должны. Хотя он должен будет увидеть первый здесь скрима. И нет, скрим все-таки здесь делает минус. И ситуация 2 в 2. Но, опять же, колл был. По-моему, бомбу... Нет, бомбу не видели. И вот здесь непонятно, куда пойдет все-таки пакет. На А или на Б. Но на Б все вроде нормально. Здесь Дюпри. Дюпри, по идее, должен убивать скрима. Да, так и есть. Парень с лоу-хп вышел первым. Дюпри понимает, что второй выход с болота. И, в принципе, должен расконтролить Шокса. Тот без армора, соответственно. Так, ну, танц-шманц на Б пленте. Опять же, Шокс сделал максимум для того, чтобы соперник потратил обойму. Но реализовать отсутствие патронов оппонента он не смог. Хотя мог выйти добить. Но, опять же, хелпа еще пришла вовремя. Короче, четко действуют датчане. Прямо с самого начала этой карты. 3-0. Г2 будут пытаться сейчас отыграть девайс на раунд. Вот мне интересно, в каком направлении. Снайперской винтовки там нету. Хотя денег хватало. Значит, это что-то очень-очень быстрое должно быть в исполнении Г2. Да, будут пикать мид. Вот тут смотри-ка, девайс не дает реализовать задумку. Сразу подпушил. Флешкой отрезали скрима, по-моему, даже тиммейты. Что происходит? Там, знаешь, там, по-моему, было три вообще ближних респауна у атаки. Поэтому, наверное, они решили, что контроль центра им может перейти сразу. Но погорячились. Снайпер все равно присутствует. И вот сейчас все зависит от того, как будет именно снайпер работать в команде Стрелис, и его прогоняют. Ну, такие поступательные движения. Все-таки французы дошли до длины, но остается очень мало раскида. По факту только три смачка, под которых можно разыграть этот раунд. Ну, финалка на А вырисовывается на самом деле. Бомбу мы видим уже под плентом. Небольшая подсадка от G2. Ну и что? Шокс должен, наверное, как-то привлечь внимание под Б. Или это будет супер-люркер этого раунда. Все, пошел на болото. Но основной костяк атаки все-таки готовит уже платформу для штурма базы А. Итак. Ну, они могут передумать. Опять же, последний момент. Вообще, до 30 секунды можно на этой карте спокойно парировать, а потом выходить абсолютно в другом направлении. Но так как двойка на длине, все-таки, да, будут скрывать оборону точки А. И здесь... О, хороший выход! Ну, продинамили здесь спину, опять же, одному из игроков защиты. И в итоге это заканчивается ситуацией 3 в 4. Что ж, выход на плент уже реализован. Осталось только здесь не дать игрокам защиты, репикнуть его моментально. Там Дивайс попал по пятке, пошел все-таки до конца воевать. Его покарали за эту излишнюю агрессию. Но есть козырный туз в рукаве датской команды. Это Дюпри. Ну да, из-за меньшинства, опять же, французы не смогли закрыть спину. Но, несмотря на это, с ошибками доигрывают последние секунды датчане. Вообще, очень, на самом-то деле, глупый Аплент отдался. Это, опять же, один игрок крыл банан, и ему не смотрели спину. Это шедевр просто. Да, вроде бы без особого излишества нападали G2. Один Шокс там тусовался под базой B. Но, тем не менее, датская команда была не полностью готова к выходу под базу A. При этом моментально теряют, как мы видим, всю экономику датчане. Остается доигрывать экономический раунд. Только Кирбай и Дюпри позволили себе купить Дига Лармор. Оставшиеся три парня без какого бы то ни было укрепления. Ну и, кстати, выход под B. Быстрый, довольно уверенный от G2. Ну, с таким датчане привыкли справляться. В руках пистолеты. Ну, вот это, наверное, единственное. Только то, что негативно скажется здесь на окончании раунда для датчан. Были бы девайсы, спокойно бы здесь справлялись. Но сами накосячили с экономикой. Что ж, живых Кирбай попробуют залепить кому-то, но не сегодня. Опять же, 2-3 и G2 разворачивают ситуацию матча. И будут пытаться набирать серию до пяти. Ну, у них, по идее, все для этого есть. Сейчас, кстати, будет очень фиговый бай у датской команды, где, по идее, ну вот... Фармган, да, фармган. Да, даже целых два фармгана. Скорее всего, подвал попробуют занять с этими девайсами. Ну, подвал болота, это все, что остается для комфортной игры. Такая вот двусторонняя получилась закупка. С одной стороны, фармган, с другой стороны, довольно большое количество гранат у девайса Экзибникса, что, в принципе, может позволить им сыграть максимально непредсказуемо. Ну, кстати, не пошли подвал, решили вот такую вот засаду сделать под туалетами. Тут, как мы видим, двое в перекрестном огне. Третий парень хелпует с длины. И, в принципе, могут-могут на эту удочку попасться французы, потому что сейчас звено из трех человек идет именно в длину, судя по всему. Ох, какая хаешка четкая. Прямо перед лицом. Он детонирует и моментально минус 54 хп у скрима. Шокс также теряет больше половины по хп. Ну и выход в дым от боди. Средняя стадия раунда начинается не самым лучшим образом. Хороший размен для Г2. Вот сейчас нужно пытаться было продавить длину. Да, это сделали 3 в 2. И ой-ой-ой-ой-ой-ой, теряют Шокса. И вот теперь непонятно, куда здесь будет удобнее отыгрывать Г2. Они сами этого не понимают. Начинают сразу же менять позицию, ожидая поджима. И сейчас все будет... Вот если будет какая-то агрессия на Удачан, они могут в этом раунде реально закрыть без шансов. Дюпри уже считает ситуацию. Он чуть ли не пушит уже болото. Единственный шанс тут все-таки... Опа! Какой тайминг! Просто какой тайминг! Ну вот не с той стороны пошли в поджим Астрейлис. Но тем не менее есть Ксипнекс. У него есть UMP. Это, конечно, обрекает его на... Вообще просто Смит сегодня просто, не знаю, зверь, тигр. Протаранил обоих оппонентов, кстати. Довольно четко разыгрался ВП. Эту ситуацию, возможно, стоило и в рамках первого девайса, снова все-таки рассчитывает на своего снайпера. А француза, мы помним, первый бай все-таки был в 5 АК. Очередной экономический ожидает, как мы видим, Глейва его компанию. Это пистолеты в этот раз без арморов. Ну и, соответственно, РПК и Шаксон будут максимально возможно формить. По идее, они на это, наверное, рассчитывали. Но, опять же, дастские пистики могут оказаться максимально закрытыми. Ну вот, в избежание попадания в ловушку сразу занял Шаксон Спарыч. По идее, ну... Ну тут вот он уже Б-плэнт как бы занял даже. Да, просто в одиночку вышел, сделал два безответных минуса, пока его команда там на детской площадке отдыхала. Мы, кстати, не в первый раз видим такую схему. То есть, один Шакс где-то пытается привлечь внимание под Б, а основной ударный кулак G2 в районе А. О! 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 Какая боль сейчас была! Просто с пистолетами наказывают выход с коннектора. Но на ситуации 2 в 1 Глейви выбирает немного неправильное направление своих действий. Хотя, хотя по времени он должен уже успевать подойти на точку А, ведь Б полностью проверено. И здесь все зависит сейчас опять-таки от G2. Ну и от внимательности. Что ж, Смит ставит бомбу. Ну, вот очень как бы... Все, дал понять. Дал понять Глейву, что здесь будут дергать. Значит, со вторым выпадом в любом случае Глейвы здесь можно будет найти. Неплохая попытка от Глейва. Но вот тут, правда, под двоих он сразу открывается. Ой-ой-ой, не влетела флешка куда надо. Ну вот один без блайнда и на банане. Второй на пленте убивает плент. Можно попытаться что-то сделать с ВП, но... Но есть мочок. Можно попытаться именно от дыма как-то разыграть. Кстати, потерялся ли он сейчас в раунде или нет, мы увидим. Если заюзает. Да, заюзает смог. Но опять же... Ай, но нет китов. Сидеть 10 секунд в этих дымах все-таки слишком опрометчивое решение. Пошел воевать. Ну и, конечно, тут уже и времени не хватало. Да и французы были в полной боевой готовности к этому выпаду. Довольно неплохо перехватывают инициативу, как мы видим. Ребята из Франции. 4-3. Еще одно табло. Но опять-таки напоминаем. Прошлый раунд был абсолютно экономическим для Астралис. Ни одного армора не купили парни. И, тем не менее, сделали целых три минуса. Что девайс. Вновь, кстати, агрессия. Уже не в первый раз он пушит фонтан. Не доигрывает чуть-чуть здесь девайс вообще. Кстати, вот прессинг банана без поддержки с длины. Такое себе решение. Ну так чисто на выстрел открывается девайс, потом уходит. Кстати, атака не меняет абсолютно ничего уже. Восьмой, наверное, раунд. Вновь в Шокс 1 под Б. Четыре парня пытаются напрягать базу А. Будь то банан, длина. Или стяжка под тоннели. Пока мы видим, тут РПК прочекал все, что было можно. Понял, что у датчан закрытый деф. Ну и сейчас, скорее всего, очередной выход под Роскит ожидает нас с вами. Дорогие друзья, ну и Шокс. Вот тут или пан или пропал. Закидываю дым. Он под него врывается. Видит токсик. Рано, 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 рано стал уходить Шокс. Вот не понял он, скорее всего, сейчас, что двойка разыгрывает монстра. Но это все виной тому, что не решили все-таки с болотом отыгрывать французы. Если бы занимали болото, было бы четкое понимание о позициях. Ну, как минимум о четверых игроках было бы известно. Про пятого не ясно. Так, что ж, проверка длины должна сейчас произойти с Кримом. Но последний... Ой-ой-ой, дождался здесь неприятности моменталочка. И моменталочка была разыграна на минус. Еще один игрок с ВП на банане. И, по-моему, сейчас здесь ребята из Г2 теряются. Смитс, фаззумчик против фаззумчика. Ну, тут уже слишком много датчан на квадратный метр. Смитс последний. Немного с таймингом не повезло. Казалось, Крим сейчас просто без шансов убьет Кирбая под длиной. Но флешка судьбы. И 4-4 становится счет. Вот у нас на экранах. У G2 по-прежнему остаются деньги на закуп. Ну, и тут интересно, пойдут ли вновь пушить фонтан. Сейчас датчане, девайс, судя по всему, да. Идет, идет действовать максимально агрессивно. И в этом раунде. Хотя нет, спустился в тоннеле. Ждет поджима. Ну, а от французов, наконец-то, мы увидим выход под B. Наверное, долгожданный для некоторых. Ну, вот от Шакса момент. Понял он здесь, что теперь надо играть через болото. Ну, и датчане тоже поменяли стиль игры и стали действовать более агрессивно именно в этом направлении. Ну, как бы пока капитанские мысли команды издания действительно впечатляют. Вот особенно последние два раунда. Варьируют свои действия. И это приводит, опять же, к ситуации 1 в 5. Последних живых скрим. Но долго здесь он не протянет. 5-4. И, в общем-то, Г2, по-моему, сейчас были остановлены. Прямо вплоть до... Нет. Ну, можно сказать, да, два игрока просело в деньгах. Но факт, что они сейчас не рискнут сделать форс. Ну, скрим, как мы видим, уже купил дигл. Это означает, что все-таки точечный бай. Ну, 2К там, чтобы потом как бы... Все вместе уже закупились. Ну, да. Выравнивают экономику французы. Ну, скрим с диглом. Всякое бывает. Так, ну, вот, наконец-то попытка Двайса отыграть на детской уже более достойная. Но, правда, против пистолетов. Французы не особо сильно там пытались что-то предпринять. Ну, все, скрима спалили. Он попытается сыграть гибко, поменяет позицию. Возможно, его срежет спину. Да, отличный минус. АВП, кстати, нашел. АВП это... АВП это здорово, но он не понял, что он его подобрал, походу. Пытается дефить с диглом, отвернулся от моменталки. И мог на самом-то деле зазумиться, но... Не успевает. 6-4, два раунда разницы. Г2. Г2. G2. G2 вперед. Алло. АВП появилось. Да, Шокс причем сам себе его купил. У Смитса были деньги и на ВП, и на армор. Ну, вот как-то решили разыграть таким образом. Будем надеяться, Шокс все-таки не зря вот так амбициозно действует. Ну, еще и без армора. Отвязный Шокс. Отвязный тусовщик. Минус скрим, вот так вот. Причем точно в такой же позиции, точно в таком же тайминге действовал Девайс. И у него это получается два раунда подряд. Странно это видеть, конечно. Ну, да ладно. Два минуса. Французам вообще не дают играть. Вот французы подошли под Б в прошлом Девайс нам. Зипник сделал дабл. Они вышли на фонтан. Тут уже потеряли двоих. Погоди, с Митсухой Битсухой сейчас покажут, что нужно сделать. Нужно погибать, судя по всему. Следующий. Так, ток-шоу следующий. Банан. Оверпасс. Выходим, выходим. Я вас жду. Говорит Девайс. Ну, абсолютно нереализованная эта АВП осталась, конечно, у Шекса. А по таймингу ты смотри, как жестко все реально. Ну, вот тупик. Просто тупик. Ты тут куда не пойдешь, тебя везде уничтожат. Что ж, РПК будет танковать пятерых, четверых вернее, датчан. На самом деле, 2 в 4, это если отыграть красиво на Банане и сделать нужные фраги, можно до 2 в 3 даже здесь можно как бы вытащить. Ну, посмотрим, пока медлит, как мы видим, французская команда. Побаиваются выходить на Банан. Вот знаешь, что ВП у Астралис, поэтому медлит. Они ждут, когда кто-то пойдет собирать инфу. Но, опять же, 4 в 2 там можно было занять позиции на 100% понимания того, куда идет атака. Ну, их ждет неприятный сюрприз в лице Глэйва. Хотя сюрпризом не надо. Чего? Это был приятный сюрприз. Ладно, Шокс в деле. И АВП у него, и плащиков ему кинули. И вот Девайс промазал, но Дюприз справляется спокойно. 7-4. Непонятная была позиция Глэйва. Он как будто думал, что можно уйти из-под этого угла. Начал прыгать, но по факту сам себя зажал в этот угол. Но, опять-таки, эта одиночная ошибка не помешала датской команде. Заработать седьмой раунд уже в свой актив. Что же касается G2. Вот они, кстати, у нас на экранах. Вновь проблемная экономика. Пару человек могут позволить себе калаши. Ну, а вот будут ли докупать оставшиеся трое, пока не ясно. Тактическая, кстати, пауза. Вообще, сейчас бы... Тактическая пауза. Сейчас бы паузу подождать. РПК, кстати, три фрага. Вот в последнее время он не очень стабильный. А там два оверпасса же они играют. Два оверпасса, да, классно. Тогда все вообще ужасно здесь для команды G2. С такой атакой. На самом деле здесь просто защита на уровне Уэстрелис. Вот матчи на этой неделе вообще показали, что оверпасс у Уэстрелис плохо поставлен только вот в дерби со скандинавами. Все остальное у них должно здесь быть более-менее ровно. Вот G2 вообще какие-то странные пики. Вот они выбирали Нюк против Дигнитос, проиграли. Сейчас вот два оверпасса. Соответственно, один из них выбрали именно французы. Ну, на самом-то деле, это месяца два назад были все пики. Я думаю, что месяца два назад... Они думали, что все хорошо. Да, французы адекватно относились к своему оверпассу. Ну и у дачан-то карта тоже рабочая, так что здесь ничего удивительного нет. Проблема просто в том, что реально, ну, как-то два оверпасса играть глупо. Если вы первый сливаете, то второй вы не факт, что выиграете. Это же не до Даст-2. Это как бы, ну, карта совсем другого характера. Да на Дасте-2 можно выиграть 16-7, потом проиграть 16-10. Видели. Видели мы такое. Видели такое. Три нюка тоже, кстати, вот. Тоже вы видели. Классно было. Как мы три Даста просто. Даст-3. 90 раундов на Дасте, 90 раундов на Нюке. Сумасшедшие просто пики, баны, картные цесси в этом сезоне. Ну, вот скоро наконец-то вернется Инферно в турнирный пул. Поинтереснее станет, опять же, карта, которая, ну, вот, на которой могут играть не все. Опять же, карта, где стрельба на средних дистанциях просто должна быть феноменальной. Ну, и много ярких моментов, соответственно. Да, Инферно, Инферно все, наверное, любили. Там теперь отличный банан. Широкий. На самом деле, новую Инферно сделали по прототипу 1.6. Если там даже посмотреть, как бы, на расположение всего вплоть до ящиков, то только текстурки поменяли, а вот расстояние очень похоже на 1.6. Ну, и радует дуга, на которую теперь можно заходить под флешечку. Ну, врываться на кафель под флешечку вновь можно. Ну, на кафель там теперь и не ворваться, на самом-то деле. Потому что там, ой-ой-ой, как все больно заканчивается. Что ж, Смитс идет тащить 1 в 3. По понятным причинам он не уложится здесь 20 секунд. Это должно быть... Ну, его в ухо сейчас просто, да. Это должно быть 3 датских пачки в секунду, чтобы здесь справиться. Одна есть. Потерял 90 хп, при этом может поставить, конечно, плен, подарить пару сотен лишних долларов. Но уже его, конечно, из этой точки не отпускают. Префайр. И восьмой раунд в копилочку Астралис. Ну, денег чуть-чуть выиграл, в принципе. Времени, конечно, здесь уже... Ну, фактор времени здесь не имеет сейчас... Да, значения... Важности, да. Вот то, что раунды не получаются у французов, это факт. Все, дейфится бомба. Акзипник с АВП Дюпри забирал, как мы видим, на поджиме детской площадки. Довольно странно, что вот не могут никак этого бешеного девайса-то и Дюпри подловить в Аркадия. И ходит, и ходит, раз за разом туда снайпер у датского коллектива. И, тем не менее, находит свои минуса. В ранней стадии раунда, в средней стадии раунда. Но фраги делает. Ну что, джетум. Бомба была, 5 калашей. Шокс остался вообще без раскида, только армор. Плюс автомат смог себе позволить. Ну и вот он очередной поджим. В этот раз на туннеле. Опа, увидел, понял, что тут фаст раунд. Ну, там на самом деле такая раскидка взаимная произошла, что вряд ли здесь удастся уйти живым без размена. Это я, кстати, про РПК. Странно, что его не стал пикать снайпер вторым выпадом. Видимо, думал, что все-таки ему закроют отход на банан. Хотел пожить, не вышло. Ну, там уже скрим вышел, сделал два фрага. Ну и что? Аркада 3 в 3, быстрый темп. Ну, тут что-то не пошло. Ну, на самом деле знали, что там ксайпекс готовый выходил Бадди, Глейф. Так, ну, длина сейчас сыграет просто так. Все, супер жесть происходит на точке А. Не допроверил длину РПК, когда... Вернее, не РПК, а Бадди, когда делал выпад. И вот ситуацию такую можно и проиграть. Но, тем не менее, вот гибко поставили бомбу. И она стоит далеко не на банан. И банан не смотрится. Два выхода со спины, по идее, отыграли сейчас Эстрелис. И ни об одном из них команда Г2 не знала. Да, очень классно получилось в плане тактики, в плане принятия решений в средней стадии раунда. Действительно, французы оказались вообще не готовы к подобным позициям. Вроде бы и бомбу поставили здорово. Но, опять-таки, ни с банана, ни с длины не ожидали соперника. В итоге девяточка уже, как мы видим, удачан. Ну и французам хотя бы еще один нужен раунд для более-менее приятного счета. И хоть какой-то надежды на камбэк. Мы видим, атака у них пока не клеится. Будет ли Аркада? Ну вот Аркада по длине пытается варьировать свои агрессивные поджимы Астралис. И вроде бы это приносит свои плоды. Отличный размен. Ну и в итоге 3 в 3. На самом деле, размен не самый хороший для защиты вообще. Я думал, спрей там как-то побольше дэмэджа нанесет. Но в итоге молота все сделал. Остались все равно опасные просто связки отыгрывать. Там есть Двайс, есть Дупри, есть Ксайпекс. Ну и про длину уже известно. Остается только сосредоточить свое внимание на дуге. И скорее всего. А не. Вот так вот. На Б Шокс все-таки подловил Дупри при попытке понять, куда пойдет атака. И теперь песенка, можно сказать, удача анспета. Короче, борьба за пятый раунд действительно кровожадная. Шокс. Очень качественный хэдшот. Вновь, кстати, в одиночку распечатывает Б-базу Шокс. Ну и только Двайс. Один против троих. Нормальный такой этапчик получился у него. Ну и, в общем-то, минус Двайс, да. Ну все. Шокс просто подарил сейчас раунд своим тиммейтам. Оставшись 3 в 3, убил абсолютно всех датчан под Б-плентом. Ну и вот она пятерка. Только я не вспоминал по началу раунда, как ее завоевывает французский коллектив. Кстати, последние деньги у Астралис. Но это неважно. Все-таки раунд у нас под номером 15. Как раз хватило денег четко. Ну да, в плане экономики все здорово получается у датской команды. Не, ну на самом деле не без боя им это далось. Они реально все главные раунды для своей экономики выигрывали. Причем так натянуто. Вот если бы, например, они получали всю Г2, сейчас бы счет даже был не 9-5. Но, тем не менее, борьба за 9-6 точно будет. И теряют Шокса под точкой Б при попытке сыграть агрессивно в соло на зигзаге. А, не, на центре. Вол, он первым пошел открываться. И не оценил. Недооценил, видимо, он здесь чуть-чуть датскую защиту. Странный вообще Шокс в этом матче, если честно. Ну, пытался таким таранчиком бы и сейчас у своих тиммейтов. В итоге размен в минус для G2. Боди нашел, как мы видим, в туалетах оппонента. Ну и вот теперь придется выходить всем из-под одной позиции. 4 в 3, вот надо проверять машину. Боди, ооо, все, хорошая позиция. Но игрок защиту отманцевал, как мог, прям по Молотову. Правда, это его не спасло, но... Ну, вновь спина, смотрите, там уже обходят датчане. Уже максимально непредсказуемый Кирбай. А смачок тут такой, конечно, просто, что... Ну что, скрим-контроль, банана оставят за собой. Два игрока в пленте и... Ну, вообще не готовы к этой точке. Всех увидел Кирбай, скрим не понимает. С вертухи нет, это Смитс убил. Ну, 2 в 1, Смитса здесь просто закопали. Реально закопали лишний стрейф. Дюпри реализовывает снайперскую винтовку. 10-5 в первой половине, как результат. Не самый, на самом-то деле, лучший для Г2. Вот при их темпах игры и возможностях, которые были во многих раундах, они не доиграли очень-очень много. Процентов так на 80. 4-14 РПК. Совсем не с той ноги встал. Ну, опять же, вот он реально жесткий на картах вроде Кэша, Даста. Таких простеньких, незамысловатых, где дистанции преобладают средние или короткие. Ну, тут, в принципе, как-то G2 команда не дожали, не проверяли спину в ключевых раундах. Очень много ситуаций. 3 в 3 проигрывали G2. Но, тем не менее, есть 5 раундов. Смотрим за вторым пистолетным выходом. Смитс уже, кстати, спалил всю контору. Но вот нужно, наверное, убегать. Хилпы у него никакой абсолютно. Да, смещается. Как мы видим, уже 4 француза под базой А. Ну, Астралис уже играли такой раунд. На самом-то деле, можно было просто угадать, что будут делать Астралис. Не, я в том плане, что они всегда этот раунд играют. Чаще всего там... Рабочий выход на А через длину. Все нормально. Но подожди. Вот тут есть большие проблемы у G2 на самом-то деле. После включения к Сайпикса. И Аплант, по идее, почистую зачистили. Нужно только... Да, бомба проходит. Все в порядке. На минимальных дистанциях с Глаком, мы видим, уже занимается банк, девайс. Что огрызается еще и минус. Последним патроном. Вот это да. Ну, вот напоминает мне один из матчей, где Астралис уже встречались. На оверпассе в начале этой недели. И там... Там происходило просто то же самое. Как-то, значит, ту демку не смотрели французы. Ты понимаешь, как вот сейчас французам на самом-то деле больно и обидно? Потому что... Они понимают прекрасно, что им играть два оверпасса. Вот два оверпасса. При этом один из этих оверпассов они сами пикнули. Ну, а пока счет 11-5. Форсбай. Действительно, очень туманный горизонт. Он сейчас у французской команды. Потому что видно, насколько хорошо сейчас владеют этой картой Глейв и его банда. РПК, тем не менее, наконец-то включается в экшен. Есть два минуса. Классный парный выпад с боди. Ну, нашел, опять же, в себе здесь силу РПК вернуться в этот матч. Молодец. Молодец. Кстати, в раунде, в котором это реально очень-очень важно. Но, опять же, вот сразу свести все шансы дачан на нет не получилось. Как, видимо, остается Глейви. О-о-о-о! О-о-о! Понимает, что здесь... Ну, побегу на А, могут развернуться, пойти на Б. Побегу на Б, могут все равно выйти на А. Ну, и бежит на А уже точно с пониманием того, что придется действовать первым. Не самый, конечно, приятный момент. Но тут... Можно в тушку попасть. Под мастиль дачан, под мастюлю кроссовчики. Ну, он знает, знает о тачке, но не знает о том, что деф уже прошел. Девайс прошел уже под него. О-о-о! Но сыграл внимательно, и вот тебе, пожалуйста, угадай мелодию. Ох, буквально спасает свою команду от фиаско бельгиец. Несмотря на то, что Смит в спину не смог убить Глейва. Скрим, наверное, не самый классный клачер, но за счет Аима все-таки вывозит. Этот раунд 11-6. Есть камбэк, как мы видим, после слитого пистолетного на форсбай. После двух героических фрагов РПК, Скрим дотаскивает раунд. Ну и смотрим, ответная форсированная закупочка сейчас будет у датского коллектива. И пойдут через детскую площадку. По старту к зипникс 1 на болоте. Просто один будет выходить. Ну, нам там... Лоу. Это такой разведывательный зонд. Без армора, без ничего. Просто беги. Отправили, да. Так он туда сходил, уже развел на гранатку, на дымочек неплохо. Минус 600. Ох, ну нужно собираться французам. Есть шансы на камбэк сейчас. Особенно после взятого форсбая. Они пока по карте не понимают, что придумали датчане. И ведут себя действительно как-то не очень одаренно. Если честно. Так, с Айпекс на Монстре. Датчане меняют вектор атаки. И попробуют. Хотя нет, просто стянули одного человека. Непонятно. Так, ну и в перспективе ошибка от Шокса. И она происходит. Печальный момент для французской команды. Они в меньшинстве. И размены не последовало. При этом попытки проверить, если кто-то на Б заканчивается полным отсутствием информации для французов. Тут грамотно мы видим под стенкой прячется звено атаки. У них, кстати, есть еще флешка и смоук у Глэйва. Он уже потратил дым. Пытаются французы обходить в спину. Но вопрос, успеют ли это сделать. До начала аркады Глэйв с подобранной UMP уже под болотом. Ну, там вся труба, по-моему, захлебнулась. Да, так и есть. Дюпри. Один в три. Возможно, повторение подвига скримена сейчас ожидает. Ах, нет, в спину все-таки. Со второй попытки Смит сделает минус. 11-7 становится счет на экранах. Ну и, соответственно, еще один раунд с пистолетами в руках для датской команды. Тяжело. И смотри, что придумали французы. А мы не будем сдаваться, мы опять вас попробуем перевернуть. Вернее, не перевернуть, а наказать еще разок. Фармить по полной собирается французский коллектив. Ну, на самом-то деле, да, здесь они почистую закрыли, но... Все равно я бы в этот датчан на их месте ожидал какие-то пистолеты. Но они их увидят в любом случае... Хорошее начало фарминга для скрима. Ой-ой-ой, не очень удачная хае, но тут уже Глэйв погорит. Лечился, приходит хелпа, в тоннелях погибает. Вся датская команда остается только Девайс Экзибникс. Причем без бомбы. Ну, а эти двое, да, эти двое тусуются там где-то на своих позициях. Один на болоте. Ну, чуть времени выиграют здесь перед Девайсным раундом. Там уже... Там уже все будет немножко сложнее разыгрываться для французов. Ну что, зафармить получилось скриму. Убил Смитс. Хотя вот у скрима, по-моему, там только два минуса. Или вообще один с МПшки. Что там, давайте Девайса посмотрим, что он делает вообще. Вот в такие моменты... О, у него тут... Он тут просто с лавкой взаимодействует. У него выезд на шашлычки. Все нормально. Взаимодействует с лавкой вперед-назад. Типа туда-сюда, обратно, тебе мне приятно. Вот такая вот лавка. Не идут, не идут. У Девайса... Французы. А почему он на шарик не запрыгнул? Это ж вообще тупо такая мба. Контер-страйк. Мы тебя любим. Волшебная текстура шара. Запрыгиваешь на шарик и отстреливаешь с него. И летишь в небо. Не, реально тебе говорю, подсадка на шарик есть. Она реально. Это же... Это уровень. Я просто представляю, как спецназ на детских шариках... Огромный такой мужик. На шарике пролетает какое-нибудь захваченное террористами здание. И те такие... Ого! Вот это чит, чувак. 8.11. 8.11 и команда Estreilis готова. Готова закупиться. Девайс думает, что купить. Ну, там выбор не очень широк. С четырьмя тысячами триста долларов. Он может купить Галилу Молотов, чтобы сжечь себя. Если вновь один там останется, если только... Ну да. На всякий случай. Ну что, есть АВП у Смитца. Так, РПК играет на Монстре в паре. С кем, с кем, с кем он в паре. Так, на центре агрессии не было. Там вообще три человека на Б сидит. Интересно. Отдают бананы. Тут по длине мы видим французы. И здесь у нас находится самый великий снайпер французской Counter-Strike. Сцена которой... Который... Какая неожиданность! Какой неожиданный поворот судьбы у Смитца на длине прямо сейчас. Это же... 4 750 декой. Не справился, не справился. Сам вышел на прицел. Со вторым выпадом в итоге мы видим еще и скрим. Отдается на длине. Что-то французы подзакинули в этом раунде. Все идут на длину, все погибают. Капитан, да, спускаем якорь на дно. Паркуемся здесь. Шокса, по-моему, тоже тут уже не отпустит. Девайс сдает префайр уже под правой стеной. Шокс. Ну, понимаешь, что 2 в 5 нужно рисковать. Выходит в поджим. Ну и третий труб на длине. Но Смитц просто вот видит шляпку. Вижу цель, не вижу цель. Я не знаю, там он сколько, погоди. Это значит 4750 авик. Второй армор, ну там косарь вышел, да? Ну и флешки. Пистолет еще, короче. Две флешки у него было. И он вроде брал один смог. То есть тип реально, ну, в минус большой ушел. В общем, большой, серьезно. Венчурные инвестиции французской сцены были. Ну все, 12-8. Попытка разыграть супер нестандартно. Стандартно мы видим с дробовиком вообще у Шокса. Он еще и киты купил. Ну, пожелаем ему удачи. Вновь в стак 3 на Б. Двое ищут приключения на длине. Раунд тот же от G2. А дачане... Смотри, смотри, Шокс пошел побеждать на парапет. С дробовиком. Против двух чуваков. Ну там просто зажал дюпри и все. И на этом все закончилось. Сейчас, говорит, выйду, пацаны, заберу халяву на болоте. А там тайминг был плохой. Уже два игрока вышли на болото. Федор, я вот копну чуть-чуть назад и скажу, что тайминга не было. Потому что у него даже респы не было первой. Он просто бежал. Он же уже бежал, когда там два человека присутствовало. По-моему, французы поплыли. И действительно, капитан их команды, скорее всего, уже приказал матросам бросить якорь именно здесь. Но, друзья, проблема просто в том для французов, что вторая карта оверпасс. И если первая карта оверпасс закончится плохо, то вторая может закончиться еще хуже. Что может быть хуже, если сыграть два оверпасса хуже. Если там еще и начнут в атаке. То вообще будет беда. Просто был камбэк на самом-то деле. Но вот отдали ключевой раунд с этими трупами на длине. Теперь эко. Друзья, это не повтор. Мы комментируем матч по демке. Команды отыграли в оффлайне вчера во время отдыха. И, в общем-то, мы все равно должны досмотреть и посмотреть, кому достанутся очки в группе. Так как от количества этих очков зависят выходы некоторых команд, которых очень хочется увидеть на лан-финалах этого сезона ЕЦС. Но кто это будет, пока непонятно. Там что, пауза тактическая? Да, пауза от французов еще одна. Кстати, для них это также последние матчи. Очень нужны сейчас поинты. Тут написано, что Смитс добился больше, чем все вы, а вы над ним стебетесь, у всех бывает черная полоса. Но у него, походу, целое шоссе черное. Черная полоса, это, например, когда ты два турнира проиграл. Черная полоса – это команда НИП. Они всю жизнь на черной полосе. С 2012 года по черной полосе путешествуют. У них сначала слишком белая была полоса. Да, у них сначала была слишком белая полоса, а потом вот там, да, там черная полоса. А у Смитса черное шоссе. На самом деле есть такая инфа, что, например, его уже там пытались как-то убрать из команды. Но Шокс не позволил. Но Шокс не позволил, да, потому что эти братью не шпилят вместе очень-очень давно еще, со времен Counter-Strike Сурса. Да, так и есть. А молодому человеку, у которого черная полоса, который увидел у Смитса черную полосу, я желаю тебе побольше белых полос, поменьше черных. И самое главное, когда ты кидаешь дым, попадай его на хелпу, на инферно. Это так, просто совет на путье. А то тебя в команду не возьмут нормальную. 8.13 у нас паузу французов. Они сейчас замышляют коварный план, как доиграть оставшиеся 3.400, 4.500. Все, Шокс такой, все, поехали, хе-фе-хе-фе. Интересно, вот все-таки, да, будут закупаться. Да, бай рискованный, но, как мы видим, уже заканчивается карта, и решили бороться за девяточку прямо здесь. И сейчас французы, возможно, АВП сейчас дропнет скрим, ну посмотрим. Так что-то, а, краш какой-то, понятно. Удачан теперь кто-то вылетел из КСа. Скорее всего, будет перезаход, появляется... Давай угадать, кто вылетит. Я предлагаю, чтобы вылетел Девайс. Глейв. Даже по демозаписи мы не угадали. Что-то идет не так. Что-то не так в этом мире, да. Что же, капитан, даст к команды. Это то, что в системник ставится, а повтор это в гонках. Я программист, меня не обманешь, пишет. Ой, 300, скажи 300 просто. Подойди к зеркалу и скажи 300, и жди ответа. Думайте, как хотите, но Астралис выиграет 2-0. Знаешь, сегодня замечательно в Steam посмотрел, там пацаны из GodSand уже все написали. Уже информация имеется, в общем. Кстати, на каком-то сайте мы же видели... Там, кстати, параллельно DreamHack, друзья. А как там Gambit? Надо прочекать. Первую карту они уверенно выиграли на Cobblestone, там, прям от начала до конца. Так это Cobbl. Ты видел, что вчера с американцами сделали? Походу, американцы вообще... Там Афтиматик просто потел, 5 раундов потел. Вот реально команда, Cloud9 серьезно. Афтиматик, давай, соберись, наверное, там они говорили. Вот Афтиматик создает ситуацию, 4 в 3, и вместо того, чтобы как-то помочь тиммейту, Афтиматика отправляют, как червяка, а сами дохнут. Ну, там, конечно, Cloud9 дали жару. Ой, тут дают жару пока GodSand. На второй карте 11-2, я вижу, что-то... Ну, это Трейн. Вот Трейн, ну, Gambit, по-моему, не самый, как бы, интересный. И, по-моему, это не та карта, на которой они смогут бороться. Просто проблема в том, что там шведы, например, если... Вообще, за какую-то сторону шпилят сейчас ребята из Gambit. В атаке 2? В атаке, да. Там будет преимущественно выгодный диффенс, как бы, так всегда в матчах со шведами. В атаке 3. Ну, посмотрим, может быть. На самом деле, Зевсу на Трейне должно хватать 2. Я просто помню, когда был первый состав Na'Vi, который поехал на EM европейский, по-моему, в 2009 году, там они с датчанами сыграли на Трейне 12-3 или 13-2. Ну, короче, сторону атаки всосали как никуда далеко и до невозможного, короче. Им хватило, да? Им хватило, да, потому что потом залетают пистики, а потом просто идет жесткий камуч, и Зоник просто бежит такой... А-а-а, как? Как такое возможно? Вот, ну, и с этого там тогда понеслась. Так что, скорее всего, ну, смогут за сторону защиты Гамбиты собраться против Гоцена. Ну, надо, надо Зевсу собраться, я вижу, КД 0 у него. Просто, зная раунды там Пронекса, вот смотрели же все последние их матчи, ну, тяжело будет и с их атакой бороться, ведь шведы стреляются просто ой-ой-ой. А еще у них там есть такой чувак, как Шнейдер, который бывает очень неприятным, скажем так. Ну, нужно ждать вторую половину, тут у нас затянулось, пока пауза в матче G2 у Астралис. Пауза просит, пауза. У Глеева там серьезно. Пауза, пауза. У Глеева что-то там с компьютером было серьезное. Может, это? Мотнем? Мотнем? Быстренько нажмем, что ли? На Фейсиде есть повторы этих матчей, кто написал в чат. Фейсид. Выложили, ребята, все нормально у них? Повторчики. Ну, и сегодня писал Гудсентом, когда посмотрел расписание. А вы играете сегодня? Нет, вчера. Изи. Нет, вчера такой, нет, вчера. Нормально. Все сыграно заранее, все хорошо. Гудсент сейчас потеют на DreamHack. Ну, как потеют, 11-3, я вижу счет. Пытаются дожать на карте The Train Gambit, но навряд ли получится. Четвертый раунд должны брать казахи. Можно, наверное, называть команду казахской. На самом деле, Хоббит, вот это вот точно открытие для СНГ-сцены. Таких игроков очень мало. Ну, в плане того, как он вообще хладнокровно подходит именно в игре к некоторым моментам. Скрытые резервы были. Нет, на самом деле, после выступления Tengri на Adrenaline Cyber Cup, еще на Игромире, было понятно, что там Хоббиты, скорее всего, украдут другую команду рано или поздно. Потому что действительно парень мега талантливый и играет очень четко. Там, на самом деле, вот из казахских игроков, я тебе скажу, что там еще есть такой чувак, как Рамзик, которому сейчас 16. Всего лишь 16, а он уже, я тебе говорю, вытворяет вообще невероятные штуки. И все, ждем нового Симпла. Я думаю, что там поинтереснее будут даже. Главное, в команду какую-то, чтобы вы взяли. Я, на самом деле, жду матчи и Na'Vi. Я думаю, что вот матчи и Na'Vi ждут сейчас все. Жаль, что они не играют ЕЦС в этом сезоне. Но будет интересно посмотреть, как Na'Vi после перерыва попробует вернуться в игру. Потому что последняя статистика выступления. Вот я там понаблюдал за Словаком. Так просто по статистике на HLT Work заходишь. А там красное, черное, красное, черное, красное, черное, зеленое, красное, черное, зеленое. Как в казино. Как в казино, да, просто. И подкидывай монетку. Так, скрим. Хороший хэдшот. Хорош. 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 И убегает. Убегает, убегает. Углэйв, кстати, мог широким страйфом попытаться дать размен. Углэйв. Углэйв. Дупри. Дупри просто... Пары про три. Рэп сегодня у Игоря идет хорошо. Сегодня хип-хоп. Хип-хоп день. Или, может быть, немного техно. Это битбокс. Ладно. Ну что, медленный раунд. Потеряли на старте. Мы видим Кирбая дачане. Но финалочка будет все-таки под Б-плэнт. И там, кстати, только два сейчас представителя французского коллектива. Успеют ли хелпануть с тоннеля все еще непонятно. Тайминги скользкие. Вот Боди вместе с РПК погибли. Спину должны чекать. Проблема здесь, видишь, какая завтыкали французы. А тут стеночка смоков. Как бы болото выйти не может, потому что скрим закрыт. И вот здесь вопрос просто. Там есть еще игроки. Какого вы играете с монстра? Зачем? Где стяжка сап-отсадком против смоков? Обрати внимание на дефенс-гудсент, например, на карте оверпасс. И я тебе на 100% скажу, что против такой вот стеночки, которую иногда кидают, да, атака. Они просто такие спокойно, оп, подсадились. И все. Ну, кстати, тут мы за 22 раунда вообще ни одной подсадки не видели. Ни от одних, ни от других. Видимо, это чисто шведские. Шведские штучки. Ну, если учитывать, в каком на самом-то деле положении отыгрывали вчера и Астрелес и Г2. Я думаю, там им было не до подсадок далеко. Ну, тем не менее, датчане получше себя чувствуют, судя по всему. Вечерком-то в субботку-то. Тяжело. Как бы вечерком в субботку официалочку, да не на лане. На демочку еще поиграть. На демочку еще поиграть, ведь надо для людей. Уровень. Ну, смотрим, последние финансы. Опять-таки, Г2 делали закуп в прошлом. Сейчас какой-то маг, UMP-3 пистолета. И, судя по всему, датчане будут сейчас заканчивать карту, если, конечно, кто-то жестко не ошибется. В этой разыгровке играют парно. 2-1-2. Бомба на респе. Только лишь скрим. Идет, идет. В смоки коварный скрим. Смит сдает минус. Так, неплохо. Но минус ему ничего не дает, потому что дальше-то... Хотя нет, окей забрал. Начало бодренькое довольно, на самом деле, у французов. Теряется еще и Глэев. Остается буквально 2 в 5 уже раунд. Ну, знаешь, логически подумать. Здесь можно каждую позицию сейчас разобрать. Еще и понимать. Вот этого отпускать нельзя, красавца. Но, по-моему, его сейчас просто выпустят. Все, выпускают его на лестницу. Это плохо. Такое интересное решение. Сейчас потерялся в хурях. Ты где? Ты где, друг? Ты где? Иди ко мне. Ну, смотри. За бомбой хоть сходите. 30 секунд. Б-контакт был бы сейчас... Ой, какой... А, бомба, да. А, бомба... Нет, бомба там у респы. Все нормально. И посмотри. Эти два детектива пятачка пошли из кассовых соперников. А там уже французы стоят 2-2 БА, как в начале раунда. 20 секунд до конца, 15 секунд до конца. И все, что можно сделать, это... Демки-мувики нам показать. Вот сейчас выходят и две головы. Или нет? Не будет здесь демок-мувиков. Хотя... Д-д-д-д-д-д-д-д-д-как. 5 секунд. 5 секунд. Просто не умирать сейчас нужно французам. Так и происходит. Девяточка. В активе команды G2E Sports. В смысле такой в дым зашел, ушел. По-моему, на таймер забыл посмотреть. Долго забирали бомбу. И зря отпустили все-таки подвал игроки команды Estrellis. Вообще, изначально вдвоем залететь на Молотов. Сейчас бы выйти в Молотов, чтобы убить подвал. Как-то да. Невнятно все получилось. Ну, есть девятка. Еще один камбэк. Казалось бы, готовый делать французы. Нужно сейчас просто не отпускать инициативу из своих рук. Ломать экономику датской команде. И все еще реально. Выход под бэк, кстати, быстрый. В этот раз Дюкри пытается пройти болото. Ловит. Мы видим маслину от РПК. Но тут же Кирбай включается и обеспечивает быстрый размен. Вышли на контакт. Остались 4 в 4. В принципе, это на руку датчанам. Потому что времени еще очень много. Шокс пошел искать приключений. Что-то знает или нет? Нет, не знает. Вот если этот раунд сейчас отдается. Нет, здесь проверяется. Правда, он не один будет размен. Если сейчас раунд отдается французами, то у них не будет денег вообще. Просто не будет их. Так и есть. А это будет 15-9. И бесплатный фактически раунд для игроков коллектива Estrellis. Что ж, у нас соло на Аппленте. Причем очень грубое соло в исполнении Дюкри. Ситуация. Мы видим спина к спине получилась сквозь текстурку. А выход под бэ вообще будет? Выход под бэ. Но если скрим сейчас дернется и топнет, то... О, все, понял. Понял, Дюкри здесь стоит Берлитом. Он забирает его спокойно в затылок, выходит и нагибает. Интересный такой был префайр от скрима. Не знаю, по чучью, по какому-то в длину. Ну, он, наверное, думал, что если сплита, то должен на два фронта работать. Но на самом-то деле надо было менять позицию. Ну, либо двигаться на шифте в направлении, как бы, туалетов. Либо ничего не делать вообще так. Ай, ну мог на самом деле выбить бомбу. Постараться тут еще повоевать боди. Но не сегодня. Говорят ему, датчане 15-9. Действительно, закупа не будет. Ну, точнее будет, но он будет крайне далек от идеала. Боди вот 2200. Что-то там хитрил, мудрил, что же купить. Что, эмочка, да? На дна эмочка все-таки будет у команды G2. Интересно, дали ее именно RPK. Вроде бы парень, который не самый жесткий, а им показывает на оверпассе. Ну да ладно. Выход фастбэ. Просто в дым пойдут? Нет, нет, нет. Не так просто. Наверное, это была бы слишком опрометчивая аркада. Жидают тайминги. Ну и пойдут, наверное, второй волной. Хотя бомба вообще мы видим через респаун на детскую поднимается. Да, но они на самом деле просто тянут время, чтобы французы влазили уже из нынчик. Пытались что-то предпринимать по своей инициативе. Я думаю, G2 также понимают, что игра уже здесь, по идее, на тех кондициях, когда карта, грубо говоря, будет проиграна. Они это еще знали, наверное, проигрывая прошлый раунд ввиду со сложившейся ситуацией с экономикой. Но бороться никогда не поздно. И только из-за этого французы доигрывают до конца в этом раунде. Благодаря RPK удается даже выровнять немного ситуацию. Но суммарно, конечно, есть инфа и по B. Ну, только точка A, по идее, осталась как неизведанная, не знаю, точка на карте. Но там уже девайс. Ну, кстати, скрим его может убить. Он его прекрасно слышит. Выход. Вот и хедшот. Калаш, армор, все есть. Ну, оставшиеся-то игроки все равно заходят на точку B. И бомба будет установлена. 34 секунды времени этого более чем достаточно, чтобы здесь доиграть. Хороший подбор от RPK. И квадрокилл в итоге оформляет господин танк французской команды. Несмотря на полностью проваленную первую половину. Да, здорово. Не зря именно этому парню дали на самом деле единственный девайс французы. Смог удержать B-плэнд, еще и хелпануть. Сам купил. Сам купил. Вроде сам купил. Ну, в смысле, никому он же не дропнул там шаксу какому-нибудь или скриму. А зачем? Твой девайс играй сам. Так и получилось. Правила простые. Что деньги есть, как мы видим, у датчана. Вот у французов, несмотря на победу в раунде, бай плотненький такой. Вот Фомасик и Смитс. Я не знаю, с пистолетом? Нет. Купил. Купил автомат. Что-то подзав... Альтабнулся, уже подумал ГГ. Но нет. Скримчанский. Закинул гранату и убежал. Вообще красава просто. Супер соло игра. Что ж, Б-контакт, выход без сомнения. Ожидает нас от датской команды. И Астрайлис попробует в этот раз забрать 16. На 26-м, правда. РПК. Хорошая момент. Какой просто... Как он развернулся и убил, я не знаю. Но его все равно проживали вдвоем. Выжил максимум РПК после неудачного спрея. Ой-ой-ой, снова флешки. Вот флешки здоровско, на самом деле, дают французы на болото. Обе ослепили максимальное количество оппонентов. На самом деле, первая была от игроков атаки брошена сразу. Нормально. Из тупичка. Но в ответ залетело сразу две, но Боди пикнуть не успел. Но, по идее, он мог в этом пике нормально отыграть как минимум двоих. Ну и посмотри, что происходит. Подсадка в планете. Увидели, что датчане замувили. Смитс. Не Смитс. Смитс. Ну тут скрим. Отомстил за павшего товарища. Это охранник Смитса. Охранник Смитса. Бодигард. Итак, скрим против длины. Длина против скрима. Все или ничего. Кэрбай выходит с банана. По идее, надо закрывать банк. И девайс пробрался на точку, но проиграл перестелку. Почти. Нормально. Нормально получилось. Скрим сам там полез. Тут же Шокс пришел на разборки. Великолепный даблкил. Ну и один-один. Ну и Хьюман Спрейдаун. Боди справляется здесь. Справляется. На волоске опять же висели сейчас ребята из Г2 в этом раунде. Тем не менее, взяв одиннадцатый, они заставят Эстрейда сливать. На волюшке к победе. Просто сейчас раз за разом цепляются за эти возможности G2. Действительно, у датчан только тейки армора есть в распоряжении в раунде под номером 27. Ну вот, фармганы для G2. Опять-таки, каждый раунд последний. Посмотрим, не зря ли они их купили. МП-9-то. Там тейки. Пошли в аркадку. Такой, в подпуш небольшой французы. Датчане слишком глубоко отыгрывают раунд. Вообще, чуть ли не на респауне. На самом деле, очень даже зря психанули сейчас датчане. С тейками? Да, да, да. Ну, отдали два, а там будут, в принципе, деньги. А вот и хэдшот. Дюпри. Первый минус. Просто нетипично. Они уже играли, похоже, раунд, но пытались как-то начинать с адекватной какой-то аркады, где были какие-то перспективы на взятие. Здесь просто захалдились и попытались выбить мидл. Просто внезапно, что нужно действовать в таких раундах. А они как-то позволили собрать инфу, не поменяли вообще позиции. Стояли вкопанные просто в респаун. Забрали им п9, правда. Ну, давайте. Может, 2 в 3 вытащат. Правда, позиция боди очень классная. Закрывается смачком. Вот можно в этот дым ворваться. Так и происходит. Боди не успевает добить, казалось бы, красного девайса. Смотри, смидс далеко. Скрим тоже бомба встанет, но выбить можно, если сейчас скрим сыграет максимально аккуратно. Время, в принципе, должно позволять здесь пока проверять все. Дефьюз киты есть у смидса. Вот ему надо, кстати, там не особо сильно палиться. От его игры сейчас зависит, опять же, финальный результат. Ой-ой-ой, спунта. Все, смидс должен действовать. Скрим, да. Скрим забирает двух игроков. Атаки при попытке его разменять. И ситуация 12-15 по счету. Смотрим деньги датчан. Бомба должна там чуть-чуть поправить экономику, но не факт, что... Опа. Да, будет уже слишком большой стрик. Отдали датчане, так что есть калаши. Без снайперской винтовки обходится, конечно же, атака. Ну а вот деф все-таки приобрел то самое АВП. Мы видим шок с киты АВП и полное отсутствие армора. Армора. Продолжается камбэк тем временем от французов. Что-то датчанам не удается додавить. Не удается взять 16. Шокс, кстати, он тут... А, нет, двое на длине. Кое-как должны прикрывать. Вот, минус. Ну, с агрессией начали французы. Не прогадали, на самом-то деле, с выбором расположения. Центр плюс длина. Неплохо. Боди в качестве опорника Б-планта остался. РПК на стяжке. Ну и 4 в 3. Дальше для Стрелис будет большой проблемой. Ну, снова вот не могут ребята никак понять, в каких таймингах действовать. Ошибка от Ксайфикса. Вообще какой-то тупый человек. Вот минуты 10 он реально сейчас рассчитывал на то, что там никого не осталось. Да непонятно. 2 в 4. Бомба очень далеко. Он просто хотел как-то в тылы пробраться. Хотя выходил на ноге с флешкой. Ну, как-то так. Вообще бред. Тупо бред. Стоял. Он даже не то, что прокраситься хотел. Он стоял, ждал человека, который будет уходить обратно на воду, если будет атака с монстра. Но с монстра никакого развода вообще не было. Ну что, провалы. За провалом от Стрелис в игре за атаку. Не могут они никак сконцентрироваться и забрать последний раунд. Хотя для этого уже было 4 возможности. Причем прекрасных возможностей. И теперь вступает в игру такая хрень, как экономика. И Стрелис решает сыграть форс раунд, который приведет к счету 15-15 в конечном итоге. Потому что девайсов не будет, если они здесь все потратят. Ну, не все. Ну, два кэка, два кэка. Да, останутся на девайсе деньги. Но все равно мало. Комплект раскидки будет только один. Это уже существенно усугубит ситуацию при заходе. Ну, например, АБС. Это будет дабл. Тут же боди. Ну, в общем, мы потихонечку к допам, походу, подберемся. Да, это будет овертайм, скорее всего. Все, РПК дает дабл. Ой-ой-ой, как же сочно поставил еще и к зипниксу. Все время там, насколько уверенно, под бей играют боди. Ему вообще плевать, что в него стреляют. Он просто бежит. Попадает, убивает. Тут еще и два друга его загнали нормально. В 14-15 проблемы накалили ситуацию вообще до предельного. И Астрелис остаются, грубо говоря, ни с чем сейчас. Ну, отдали целых пять матчпоинтов. Деньги, конечно, будут на финальную закупку. Ну, G2 все намного лучше, на самом деле. По крайней мере, за счет наличия АВП. Эти ребята чувствуют себя уверенно. Скрим пошел искать приключения. И на детской площадке трое, кстати, представителей датской сцены. Плюс один поднимается с тоннеля. Это будет быстрый выход через банан. Вот прям бегут. Ну, Смитс это дело все прочувствовал уже точно. Шокс подобрал девайсом длиннее. И по таймингу закрыли вообще вовремя эту атаку. Датчанам остается только сидеть, ждать контакт и рассчитывать на свою стрельбу. Что-то как-то под конец перестало получаться нападать, на самом деле. У Глэевой компании хоть какой-то размен все-таки сделал. Мы видим Дюпри. Ну, нужно уходить, наверное, из этого или ждать тиммейтов уже. Какая неудобная для него точка. Вот он парный выпад и вот он хедшот. Ой-ой-ой, а тут вообще с ножом. Ну, Скрим на самом деле слышал, что был уход на коннектор. И длину забрал вообще изи. Астралис вообще неправильно здесь, как вы поняли, сложившуюся ситуацию. В очередной раз, заметьте. И дело не в пяти проигранных матч-поинтах, а просто в том, что ошибки, которые совершаются в понятных ситуациях, настолько глупые, что орать охота. Просто орать. Цайпекс вообще по статистике тупо царь. Тупо король-победитель. 18-19, ну, практически один к одному разыграл. Он тот же Шокс только 12 фрагов сделал и 25 раз погиб. Посмотри на скрима, который закрыл в трех важных раундах второй половины. 31-18. Вот где стрельба. РПК, который шел в этой игре, по-моему, там что-то 5 на 13 или на 12. У него было в конце первой половины. Или даже меньше пяти фрагов. Полностью реабилитировался за сторону защиты. И продолжил свое выступление уже, знаешь, на такой доброжелательной ноте относительно тиммейтов. Так, Шокс рискует сейчас остаться без АВП, если честно. Позиция не самая лучшая. Сканирует, сканирует трубу, смотрит в дырку. Ну, там никого нет. Один, Кзипникс. Пацаны, они на детской. Это точно. В тоннеле, кстати, есть парень. Выход на АВП. Ну, тут без шансов для Дюфри. И разменять некому. Вот как-то вновь не уверены в себе датчане. Ну что, будет капитан спина. Оп. Есть. Ну, его почти развернули. И в дым Кэрбайз вшивает по скриму. Разменял, конечно, но 6 хп у него остается после этого. Ну, тут датчане перестают потихонечку верить в свои собственные силы. По одному отдаются, мы видим, практически на всех участках карты. Ой-ой-ой, увидел сейчас торчащую эмку. Из-за ещей сейчас девайс. Ну, нужно идти, но АВП в руках. Да, вот он выход. Тайминговый выстрел. Уже и Смитс попадает. Все классно. Здорово. Собрались все-таки. Собрались. G2. Есть камбэк. И на допах доминация французов все еще идет. 2 в 4. Ну, прокрался, конечно, экзипникс. Ну, мало хп. Мало хп у бомбкерри. Вот он смог. РПК понимает, где один. Понимает, что второй с болота. Есть. Ну, ой-ой-ой, нет. Нет минуса. Гзипникс двойной хэдшот. Так, Смитс. Ну, вот в этом раунде без ошибок вообще. Есть вообще без ошибок, где играли французы. Молодцы. Просто опять же рассчитывайте такой ситуации на гзипникса, который пока не может выйти в плюс. Или смог после этого раунда. 20 на 20, нет. Не смог. Ну, 4 асиста есть. Не, ну, по идее, да, он в плюс с учетом асистов. Но асисты это как бы... Как бы объяснить. Это твой value, по идее. Это то, что ты не сделал. Это сделал кто-то другой. Смит, смотри, очень уверенные действия. Прям сам пошел. Но, правда, не под тот угол. Смотри, тут же двойная. Аркадос АВП. А шок получает. И вот сейчас, смотри, Смитсу надо либо помогать, но его... О-о-о-о-о. Все уйдет, скорее всего, да. Ну, вот детская площадка. И детская площадка его тоже отпускает. Нет, не отпускает. Выходит Глэйви, но сразу просто понимает, что вдруг длина. Испугался, посмотрел назад. Слава богу, что у Глэйви тиммейты офигенные ребята. И спокойно смогли отыграть все-таки выход на болото. И заняли коннектор. Это позволит напрячь ситуацию и стянуть игроков на B. Хотя... Вдвоем на B один на длине. Вот так. При этом длина идет, как мы видим, агрессивно у французов. Так длина еще и инфу собирает. Поэтому, по идее, по позициям все хорошо, несмотря на то, что датчане в меньшинстве. А вот фактор игрока сейчас сыграет очень большую роль. Если будут выходить на баде этот молодой, зверски настроенный француз, наверное, сможет здесь что-то сделать. Сейчас очень много от него зависит. Начинается прокидочка. Неудачный стрейф, флешка и... Ой-ой-ой! Ну лишнего дал, лишнего дал стрейфаря. Двойной неудачный стрейф, скрим. Именно в его руках судьба раунда. Есть первый минус, второй минус. Ну, слишком много датчан. Да, слишком... Ну, на скрима можно и втроем заходить. Получается. Все. Вот смитц. По последним, вроде бы, моментам давал он фраги. Но тут 8 патронов. Подбирает М-ку. По-моему, не удастся ему выиграть. Да, что-то вообще не чекал. Банальную позицию за плентом. Девайс легкий минус. И ничья. Наконец-то 16-й взяли Астралис. Но, к сожалению, для фанатов датского Counter-Strike это уже серия дополнительных раундов. Ну, она уже давно, они это осознали. Кстати, последние деньги у G2, ну, к счастью, хватило. Так и раунд тоже последний, так что ничего страшного. Ну, нормально, что первый взяли. Это самое главное, можно 2-1 закрыть половину. Просто G2 смогли собраться в защите, вернули силу защиты. А вот смогут ли они найти свою игру в атаке? Ведь в первой половине вспомнишь, что было. Была беда. Взяли неплохой форс после слитых пистолетов. Ну, и там уже кое-как оставшиеся раунды. Тут сверхагрессивная игра Шекса была наказана. РПК закрыли. Ой-ой-ой. Вот как в прошлом раунде по всем фронтам датчане умирали позапрошлом. Вот то же самое. Куда-то побежали французы и везде их перестреляли. Вообще никто ни по кому не попал даже. 5 в 0. Вот как-то так. Наверное, вот слишком агрессивно уже стали действовать. Саму уверен. 17-16. 2 в атаке для датчан. И, в принципе, вполне реально взять еще и 2 за защиту. Этим ребятам. Ну, а чем порадует G2? Это, конечно, вопрос. Деньги есть. Можно попытаться сыграть какой-то нашифрованный раунд. Шокс купил все-таки АВП. Без прокида. С перспективой на следующий. Давайте смотреть. Быстрый выход. Ой, тут будет мясорубка вообще на детской площадке. По три игрока с каждой стороны. Но вот французы в последний момент передумали открываться в эту позицию. Наверное, где-то вспомнив, ну, раундов 5 подряд, когда девайс аркадил с АВП. В принципе, правильное решение. Но загнали себя в довольно узкие рамки сейчас G2. Придется выходить чуть ли не 5 труба. Да, 4 идут через одну точку. Что-то... Вот это глюки. Вот это глюки. Первый пошел. Второй пошел. Размен только от скрима. А как можно было так просто взять и давайте на Б? Да. По ходу раунда принимали решение, скорее всего. По ходу это очень серьезный тактический настрой команды. Иногда мне кажется, что им реально не хватает экзистенса. Ну, мне кажется, что нет у них человека, который... По ходу будет принимать решение. Правильное решение. Правильное. Ох, тут двойной выпад. Совсем немного не хватило кирбая для хоть какого-то минуса. Вот опять вспомнил первую половину и сколько раз они там сыграли на Б. По-моему, таких раундов было много. В любой непонятной ситуации идем на Б. Ну, в этот раз получилось. Выбили основного на Б. Кзипникс был под болотом. В итоге французы окопались все-таки на точке и выровняли вновь счет. Это что за петух тут прячется? Скрытый. Скрытый петушок от Гейба. Ну, наши обсерверы нашли его. И теперь он уже скомпрометирован. Ты знаешь, типа, Смитс, если не настреляешь 30 фрагов, мы тебе такого вовсю спидно насладим. Итак, девайс идет поджимать центр и... Передумал. Правильно. Закидали, закидали девайса. Испугался массового ретейка, но там выход на Б. А там раунд рабочий. Делаем то, что получается. Говорит Шокс, вновь 4 через одну позицию. Ну, вот в прошлый раз это получилось, потому что второй игрок жал болото. Ну, да. И там еще был такой момент, что без позиции оставались. А здесь более чем подготовлены к этому выходу ребята из датской команды. Уже Глейв хелпует. Ну, вот только, наверное, это хелпай спасает здесь сейчас Ксайпикса от верной гибели. И так игра в позиции без релада. И хороший про-хо-хо-хо. Там флешка зарешала, и зипник все-таки законтролил спрей. Какой микромомент, конечно, вот получился здесь для французов неблагодарный. Ну что, матч-поинт очередной. Это уже седьмой получается. Заметь, играя через монстра, никто не кидает дым на девятку. Вот тот же Глейв там просто... Да, хелпа, хелпа зарешала. А хелпа на такой дистанции, это, опять же, недоглядка действий в нападении. Что ж, друзья. Смотрим, ой-ой-ой. Подальше. Оу, полегче с ноузумами. Ну вот здесь вот уже, конечно, Смитс позавидовал сейчас, наверное, девайсу. Девайсу сейчас, наверное, позавидовал даже сам Кеннис. И как-то три безответных минуса залетело за 10 секунд. Ну и да, вот знаешь, остается Шокс, остается Скрим. Один немобильный, второй Мистер Ван Тап. И на что здесь рассчитывать? Ну, Скрим против ВВП попытается открыться. Тут девайс сам себя отрезал. Можно уходить. Ну, интересный момент. Опа, квадрокилл. Квадрокилл. Все, девайс говорит, заканчиваем этот оверпасс, создаем следующий. Эйс, друзья, девайс на последнем раунде второй половины. Ну и нас ожидает с вами следующая карта. Это будет снова оверпасс, снова эти же команды. Ну, будем надеяться, не менее интересный бой. Оставайтесь с нами, вернемся минут через пять, я думаю.